Вот. Мама, синяя кожа головы. Ну синяя. Боже, что же я делаю? Ой, да всё равно потом смоется. Эй, привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И я уже думала, что всё буду подкрашивать, я только корни. Больше с волосами экспериментировать не буду. Но тут я думаю, а чё, блин? А чё, блин, не попробовать из фикс-прайса тонирующие маски? И я взяла сразу две, сразу два оттенка. Не знаю, оно, знаете, пришло ко мне в раз. Вот я иду такая на кассу в фикс-прайсе, такая смотрю, стоят там вот эти вот такие маленькие зайчики, вот такие вот красочки. Два оттенка, здесь немножко такой, сейчас скажу вам. 1061, это перламутровый. Перламутр? Перламутровый, перламутр. 1016, слушайте, они похожи на номера красок, которыми я красила. Пепельный, пепельный просто. Пепельный и перламутровый. Короче, я подумала такая, ну, сейчас сделаю прятки всего лишь одни. Потом, короче, когда подготавливаюсь к этому видео, думаю, а сделаю половину такое, половину такое. А потом думаю, нифига себе. А если это красочки типа тоники, знаете, наши дешевые, знаете, я опасаюсь после того, как я была пиолетовая, если вы помните. Поэтому я решила все-таки сделать прятки. Сейчас мы с вами протестим эти две краски. Вот они цвета какие, видите, тут немножко такой с розовинкой, тут немножечко у нас с серинкой. Мы сейчас возьмем вот эти прям передние пряди, то есть, чтобы было видно все, да, я сделаю одну прятку и сделаю вторую прятку. И мы с вами сравним, какой цвет будет красивее. Видите, я уже правильно начинаю говорить красивее, красивее. Но это случайно получилось, так что, скорее всего, я все время будет неправильно говорить. Ой, ну если замечу. В общем, вроде бы красивее, да? Какой цвет красивее. И, в общем-то, он очень легок в применении. Я уже почитала, что эти тонирующие маски, они подходят для волос для натуральных и для окрашиванных. Окрашиванных, я понимаю. И они... Я что, устала? Нет? Всего лишь, что снимаю сегодня второе видео. Поехали. Они подходят для натуральных волос и для окрашиванных. Значит, способ применения очень прост. Мы наносим нашу масочку на волосы, на часть, которая нам нужна. Потом выдерживаем 3 или 10 минут. Вот это меня начало смущать. 3 или 10 в зависимости от интенсивности. Я помню, что на тонике то же самое было написано что-то. И в итоге я передержала и стала фиолетовой. Вместо того, чтобы я должна была быть пепельная блондинка. Вот. Поэтому мы здесь тоже будем смотреть на наши прятки. Может, блин, из-под низа взять. Может, я вот это лучше подниму. А, девчонки? Чтобы, если что, прикиньте, здесь будет у меня одна розовая прядь любви, другая какая-нибудь непонятная, серая. Пусть они лучше внизу вот здесь вот будут, да? Главное, чтобы мы увидели результат. Да. В общем. И потом ее надо смывать без применения шампуня. То есть, вот так. Получается, что мы сможем наши волосы окрасить достаточно быстро и придать хороший оттенок. И мы надеемся. Это красочки Estelle. В принципе, соответствующие номера нашим. Я думаю, что поехали, пошли, да? Заодно я тоже посмотрю, что мне больше понравилось. И потом, может быть, я всю голову, ну, как бы масочкой одной из тониров. Посмотрю, как смывается вообще. Кстати, как смывается, потом вы можете меня спросить в Инстаграме. Я здесь оставлю свой Инстаграм. Заходите. И потом через какое-то время, ну, в общем, следите. Давайте сначала попробуем, на самом деле, как оно, да, будет. И мы вам говорим. Я думаю, что одна такая идет на один раз. На всю голову, да. Но я по чуть-чуть сейчас сделаю прядики, чтобы вообще самой себе понять. Нет, параллельно кофейку пью еще. С подружкой общаемся. Так что так. Все, я закалываю верхнюю часть волос, чтобы если что-то не так, то я скрою. Я тогда могу и большую прядку взять здесь, знаете, если можно скрыть. Кстати, резиночку вот эту вот, видите, она такая пудрового цвета. Я тоже брала в фикс-прайсе. Это новые у них, новые резинки в новой упаковке. В общем, вот у нас вот такая огулька наверху. Здесь у нас будет расчесочка такая. Вот такие прядики я прям возьму, покрашу. Просто не хочу много расходовать краски, чтобы она осталась. Вдруг мне очень понравится и все. Да, еще там написано было, что нужно использовать перчатки. Вот разве не настораживает это вас лично? Лично меня настораживает. Это значит пачкается, значит какой-то цвет, возможно, будет. Так, давайте возьмем первое. 1061. Вот она 1061. Все запечатано. Слушайте, а она потом... Может же быть недействительно. И она, кстати, еще эта маска ухаживает. То есть она дает вам новый цвет и еще ухаживает. Так написано там. Ой, цвета она очень-очень синего. Вот она. Вот я ее прямо сейчас чуть-чуть и так выдавила. И вот так прям нанесла. Какую-то маску из стыли я покупала. Она тоже была такого сильного цвета. Так, на одну я нанесла. Добавила там еще. Вроде бы все пряди в маске. Теперь вторую. Открываем вторую. Да, фиолетовый более цвет. Это у нас 10-16. Вот он цвет какой здесь. Мне кажется, тот, который синий, он более интенсивный какой-то цвет. Страшно, что он может взяться более ярким цветом. А вот этот какой-то менее, да, страшный. Он прям вообще совсем не интенсивный какой-то. Уже весь... Вся прядь у меня мокрая в нем. А вы видите, как бы и не видно. Даже если он такой останется, не страшно. А этот прям синий. Если он такой останется, то это страшно. Ну все. Ждем теперь. Не знаю, давайте 10 минут максимум подождем. Я не знаю. Вот этот, мне кажется, вообще не страшно использовать. Это 10-16. Вообще, из-за этого смываются краски хорошо, поэтому, правда, можно не переживать. Но сейчас немножко страшно с этим цветом, но вообще можно здесь довольно переживать, потому что даже краски очень хорошо смываются. Немножко так покрасила и все. Прямо тактными. Вообще, прошло 3 минуты. Я думаю, может быть, кончик вот здесь вот смыть прям кончики самые. Попробую сейчас. Я смыла кончик, но его надо еще засушить. Вроде бы синева вся эта смылась. Есть ли оттенок какой-то холодненький? Да, прям оттенок есть холодненький. Но синева вся смылась. Вот. Этот я подержу тогда 10 минут, и мы посмотрим, есть ли разница там кончик. Ну, это все, конечно же, примерно понятно. Этот я чуть позже мазала, поэтому... Я думаю, вообще не стоит бояться, мы его весь 10 минут подержим. Я вообще вот не переживаю. Мне кажется, вот этот цвет нужно 10 минут держать. Вот этот более страшно. Идем. Ну что, у нас прошло 10 минут вот с этой прядью. Сейчас я ее пока сполосну. Пока я сейчас закончу с вами болотать, ее сполосну. Пройдет еще 1-2 минуты, после которой мы покрасили вот этой. В общем, я все смываю. Шампунем пользоваться не надо. Посмотрим, что получилось. Ну что, я все смыла. На мобрых волосах, конечно же, ничего не видно особо. Но видно, что волосы немножко подтонировались. Что они темноватые. Вот. Моли. Хотя здесь сухие, понятно, дело не сравниваем с сухими. Но цвет подтонировался. Видите? Более темненький такой стал. И здесь. Сейчас мы засушим все и посмотрим. До конца. Ну что, мои хорошие, мы посушили наши волосы. Как видите, оттенки не сильно отличаются. И тот, и тот хороший. Но мне, если честно, понравился больше, где у нас было голубое. Прям. Сейчас вот я вижу там с разных сторон. Я смотрю. Здесь, конечно, камера не передает все это. Здесь вообще, в принципе, одинаково, да? Но разница есть. Разница есть. И я вам скажу, что... Желтизну убирает и одно, и второе. Здесь такой немножко, знаете, как бы такой какой-то приглушенный цвет. А вот здесь более какой-то такой яркий. Не знаю, видно вам или нет. Но некоторые пряди, они прям настолько без желтизны, что они прям какие-то белые, яркие такие. Вот как я люблю, если честно. Поэтому, особенно на концах, желтизна ушла. Может, у меня что-то неравномерное здесь есть. Сейчас мы еще пойдем на дневной свет, и мы с вами посмотрим. Давайте сравним с остальными волосами. Я их заколола здесь. Сейчас я их распущу для того, чтобы мы сравнили. Берем прядку прямо отсюда. Как вы помните, вначале все одинаково было, да? А теперь... Смотрите разницу. Есть ли разница? Разница у нас есть. Разница очень видна. Да? Смотрите. Здесь. Просто мне заглянуть к вам туда. И здесь. И здесь, смотрите, разница. Затонировал конкретно. Это все было на окрашенные волосы обесцвеченные. Вот смотрите, где вам нравится больше. Здесь вот. Видите? Этот как будто ярче. Он как будто подбелил волосы даже. Да? А этот немножко их приглушил. Сделал более приглушенными такими. А здесь они не только, но еще и яркие. Вот который голубой, это был у нас... Вот, да. Это был 10-16. Вот это 10-16. Он более серый здесь на картинке. А который здесь может быть кому-то более такой цвет. Полярный, да? Какой-то. Аперламутрый его называется. 10-61. Вот. Пойдемте сейчас на свет. И разглядим это еще лучше. А, еще какие моменты хотела сказать. Что? Мы выдержали 10 минут. Вот это вот. Ну, видите, разницы нет. Между кончиком, в принципе. И можно реально смело держать 5-6 минут. Там, в общем, от 3. Оно работает вроде бы. И так же можно смело держать 10 минут. Я, конечно, удивлена, что в фикс-прайсе могут такое продавать. Но, честно говоря, я рада, что такое продают в фикс-прайсе. И что такие какие-то масочки, вот такие маленькие, хорошие, которые работают вот так, да? Мы можем не бояться оставить на 10, там, может, 12 минут. У нас синие волосы не будет. Реально очень красивый, классный цвет. И я думаю, что я даже притонила всем, наверное. Кстати, если эта маска так реально работает, вот мне нравится, да? То вполне возможно мой подход, который я ищу. Я ищу какую-то краску, которая бы нам поднимала цвет, да, до нужного. И не оставляла за собой желтизны. Сразу же давала какой-то оттенок. И мне девчонки очень много кидают, чтобы экспериментировать. Я готова еще экспериментировать со своими корнями. Мне их не жалко пока что. Вот. Вот они держатся нормально, молодцом. Но пока что мы не нашли такой краски, которая не давала бы желтина. И в принципе, я почему все это делаю? Я просто не хочу заморачиваться. Сначала высветлять свои корни, а потом наносить тонирующие средства. Высушивать их, наносить тонирующие средства. Это очень все долго. Ну, в принципе, мне как-то советовали одну маску. По-моему, тоже от Estelle. Но она особо не сработала. Я так не увидела. Это что-то другая какая-то маска? Хотя, может быть, и такая же. Я том. Хрен его знает, какую я рекламировала. Но это очевидно. Вы видите, разница какая. А там я особой разницы не увидела. Короче, мы можем просто высветлять. А потом просто вот этой масочкой тонироваться. Ну, короче, я вот этой краской затонирую волосы, наверное, все. И что, снимать отдельное видео или нет? Хотите, если снимать отдельное видео, то... Да и такое можно затонировать. Но все равно быстро смывается. Даже краской стать быстро смывается. Короче, если вам нравится и хотите, чтобы я сделала, ставьте лайки. Увижу много лайков. Делаю. Все, пойдемте сейчас на свет дневной. Вот, чтобы все это дело вы увидели в нормальном виде, я не стала прям на балкон, потому что там все засвечивает. А именно какое-то среднее. Вот, смотрите. Идет у нас. Это, который более серый. Голубой мы здесь красили. Хочу посмотреть. Ладно, потом посмотрю. Вот, смотри. А это, который пепельный. Перламутра. Кстати, а вот их рядом еще бы ставить. Интересно. Раз. И два. Есть ли разница? Между ними прям даже особой разницы, как будто и нет, да? В общем, все это красиво. Красиво, красиво. Все, мои хорошие. Видите, как я аккуратно, без вреда, на прядиках. Все вам показала, затестила. И прям вот, мне кажется, что это классная штука. Поэтому, кто не может от желтизны избавиться, прям бегите, фикс прайс, берите. Сколько стоит. Блин, по-моему, по-моему, ну, больше 100 рублей, по-моему, там ничего не стоит. Поэтому, я думаю, 100 рублей, не меньше. Да. Ну, даже если она стоит 99 рублей, по-моему, это вообще подарок. Вот, распустила свои волосы основные, видите? Видно прям, что желтизны вообще нету на этих прядках. Мало то, что на моих желтизны нету. Тут еще более такой прям. Короче, можно смело прям вообще брать эти икраски. Не, а знаете что? Да возьму я и покрашу сейчас. Синим. Прям возьму, вот так и сделаю. Чтобы вы понимали, что я сейчас иду красить. Вот. Короче, кроточки я не заморачивалась вот так, чтобы, знаете, каждую прядку. Я просто брала вот так вот и вот так все делала. На корни тут нанесла обильненько. Потому что они у меня желтеют. Короче, я не знаю. У меня, естественно, тут все неравномерно. Все вот как-то, как-то так. Но при этом я хочу посмотреть, что выйдет. Может быть, сюда можно еще и вмешать эту краску. Я помню, что, по-моему, у меня именно эта краска и была. Только она была в другом флакончике, Estelle. И да, и я смешивала синюю с фиолетовой. Они были точно такого же цвета. Я где-то в каком-то видео их тестировала. Ну, что-то я не увидела результата. Может, у меня свои были такие нормальные, по-моему, голубые. А эти сейчас желтенькие. Боже, что же я делаю? Пошла, короче, ждать 10 минут. И вернусь. Ой, да все равно потом смоется. Короче, я немного смочила водой. Вот так вот все это сделала. И теперь у меня все волосы равномерно покрыты этим тоном. Хотите посмотреть, что творится в моей воде? Сейчас покажу. Здесь все синее. Здесь умер человек с голубой кровью. Жесть. И я такая... Вот так придется и стоять. Даже время не засекла, как обычно. Девочки, ЧП. Короче, я все же наносила на корни. Посмотрите. Не знаю, видите вы или нет. У меня синяя кожа головы. Ну, синяя. Я в зеркало это конкретно вижу. Ну, пойдемте там посмотрим. Я 10 минут не дождалась. 7 минут, наверное, где-то. Я смотрю в зеркало. У меня темные, синие корни. Я офигела. А эту же маску, ее написано, что типа без шампуня надо. Может, это корни мои уже отросли? Ну, блин. Надо помыть шампунем, мне кажется. В общем, покрасила я. Чуть-чуть притонировались. Как вы видите, да, отличия теперь особого нет. А, подожди. Вот у меня же здесь было прядь. Сейчас. Ну, да, вот видите. Оно стало такое вот. Все более... Такое одного цвета, да. Желтинка ушла. Причем я держала, честно вам скажу, вообще очень мало. Держала, наверное, минуты... Ну, 5, если получилось, то хорошо. О, мне садится батарейка теперь. Так, что могу сказать? Что, да, я брала эту краску уже, и мне не понравилось то, что я ее брала как раз-таки, чтобы затонировать именно вот эту желтизну на корнях. Она тогда не затонировала, и сейчас не затонировала. Причем при всем, что у меня даже кожа головы прокрасилась в синий цвет, и мне пришлось чисто кожу, вот здесь шампуньку я помыла. Вроде бы... Вроде бы нормально. Там у меня корни уже отросли, я чуть не ожидала так быстро, и я испугалась немного. Но синяя кожа головы была, я шампунькой помыла. Короче, краску это надо наносить на чистые волосы обязательно. И ничего страшного, если они будут не сухие, а будут влажные, я тогда тоже на влажные наносила. В принципе, желтизну убирает одной такой баночки на мои волосы. Одной, целой, из расхода даже бы. Я бы еще добавила туда. Вообще, мне девчонки постоянно присылают всякие лайфхаки, как убрать желтизну. Один из них я очень хочу затестить, но как мне попозже. В общем, вот он эффект. Вы его видите. В принципе, мне нравится эта краска. Я тон всем рекомендую. Попробуйте. Я с вами прощаюсь. Люблю, целую. Понравилось видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Не пропускайте новые видосы. Прощайся в следующем видео. Люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok